Назаровский район завершает подготовку с дневной. В Назаровском районе сила дневновых и технических занимаются три крупных областей. Это зал Назаровская, область Сибирякский, зал Грязь. Также четыре крестьянско-керметические хозяйства и один индивидуальный технический мазер. Всего планируется засеять дневновыми 99 280 техническими культурами, в том числе и техническими культурами. Культурами 7080 гектар, кормовыми 1553 гектара, однолетними 25900 гектаров. Если в разрезе хозяйств, то это будет так. Зал Назаровская 59 574 гектара, агрохлотный Сибирякский 60 750 гектар, зал Глядинская 9910 гектар. Также будет сеять аграрный техникум 280 гектар. Они планируют засеять пшеницей. И СХП Дорохова будет заниматься посадкой картофеля на 28 гектаров и овощей на 7 гектаров. Крестьянско-фермерские хозяйства в общей сложности планируют засеять 519,5 гектар земли. В том числе глава Крестьянско-фермерского хозяйства Куртиков Николай Викторович 19,5 гектар. Планируют посеять овес. Калчанов Юрий Петрович на 110 гектаров ячмень и овес. Кожевников Сергей Геннадьевич 80 гектар. Также ячмень и овес. Кузнецов Владимир Владимирович 90 гектар. У него будет пшеница и овес. И Третьяков Александр Сергеевич 220 гектар. Планируют посеять пшеницу, овес, ячмень и рамс. Крестьянско-фермерские хозяйства используют семена собственного производства и частично оставшиеся от покупки прошлых лет. На данный момент приобретено удобрение 37 041 тонна. В том числе азотно-магниевое удобрение 24 451 тонна. Нитроаммахоска 9590 тонн. Аммахос 3000 тонн. И в разрезе хозяйства это будет так. Гауна-Заровская 15 432 тонны. Агрохолбин-Сибиряк 21 609 тонн. По данным на 17 апреля 98% приобретенных удобрений находились уже на свадах хозяйств. ЗАО Назаровская также приобрела карбамидно-аммиачную смесь. Это жидкое удобрение. И поэтому пока возможности в количестве двух тонн, двух тысяч тонн, пока нет возможности завести из-за низких температур, из-за минусовых. Как только с наступлением положительной температуры удобрение будет доставлено. Плановое потребность лесового защиты растений составляет 400 548 тонн. На сегодняшний день приобретено и частично завезено уже 271 774 тонны. Это агрохолбин-Сибиряк. ЗАО Назаровская приобрела, но еще не заразила. ЗАО Назаровская и ЗАО Глядинская используют семена собственного производства. Значит, всего будет использовано, семена собственного производства 10 200 тонн и 2000 тонн приобретено в ЗАЛЕ. Агрохолбин-Сибиряк приобрел 11 тысяч тонн семян. Практически весь объем уже находится в хозяйстве и 5000 тонн они планируют использовать в семян собственного производства. Готовность техники на сегодняшний день составляет 96%. Если в разрезе хозяйств, то это выглядит так. Агрохолбин-Сибиряк 85%, сейлок 20-100%. ЗАО Глядинская. Трактора готовы на 91%, сейлки и другие культиваторы на 100%. ЗАО Назаровская подготовлено тракторов на 95%, сейлки, культиваторы и посевные комплексы на 100%. В общем, по району это 96%. Но по крестьянско-фермерским хозяйствам у них подготовка 100%. Продолжение следует...